что это достаточно важно. Натан? Натан! Вот, тогда я предлагаю начать то, что мы затеяли. Никто не знает, что это такое. Даже те, которые затеяли, сами еще не очень понимают, что к чему это может быть привести. Но я все-таки хотел огласить тот план, который у нас был как бы мы хотели рассчитывать на какой-то серьезный разговор. Но чтобы серьезный разговор как-то мог произойти, для этого должна быть достаточно ясно определена его тема и должны быть какие-то источники, материалы, идеи по поводу этой темы у нас. Поэтому я, как один из инициаторов этого всего дела, значит, разработал такую очень довольно простую вещь, называется position paper. Это такой жанр аналитические записки, которые у меня когда-то научили Бейсерфер Манделе, значит, когда есть какая-то труднозрешимая проблема любого типа, политическая, социальная, может быть, даже производственная, то существует некий механизм решения этой проблемы, который вот расписан по неким методам американской такой прагматической политической науки. И, соответственно, он включает такие простые, в общем, все страшно банально, как примерно все, что происходит из этой самой американской прагматической науки, но иногда работает. Значит, формулировку проблемы, анализ, как бы, материала, с которым эта проблема, выработка разных альтернативных версий ее решения, и, соответственно, выбор из этих альтернативных вариантов, какого-то подходящего и так далее. То есть, все очень своем банально и в рамках, но тем не менее, это работает хорошо, как схема. И, значит, я поэтому оглашу, то, что, впрочем, вы сейчас перед глазами имеете, они будут зачитывать полностью весь этот список. Но в чем, собственно, стоит проблема, которая была основана? Проблема, в общем, политическая. Но при этом мы, по крайней мере, не собирались вести чисто политический разговор. То есть, это не место и не время и не то общество, где нужно вести какие-то особенно политические разговоры. хотели попытаться понятить в суть глубину того, что лежит за этой самой ситуацией, а именно наличие некого политического кризиса в Израиле, который выражается тут, написанных в нескольких пунктах. Формировка, я уверен, вызовет у многих возражения. И, тем не менее, есть некоторое количество конфликтов. Есть конфликты, скажем, которые на поверхности лежат, и которые приводят к никакой ситуации, из которой вообще невозможно выбраться. Эти конфликты, это не полный перечень конфликтов, но те, которые мы хотели сегодня обсуждать между секулярной частью населения и идея еврейского государства как религиозной идеей, которая выражается формально в лозунгах как противостояние между передимой секулярно в первую очередь русскими, но не только в той части группы, население, которое не понимает вообще, для чего им навязывают какие-то религиозные законы, какие-то шаббаты и вообще все вещи, которые им вообще совершенно не свойственны, потому что они приехали в советское государство. А с другой стороны другие, которые говорят, что нет, это еврейское государство, оно основано на основах еврейской религии и прочее. Этот конфликт вроде как был давно, но он никогда не приводил к ступику политики и как бы сейчас он привел. Значит, из-за того, что появилась какая-то партия, он решил воспользоваться этим конфликтом для каких-то своих нужных. Значит, дальше второй здесь сказан более тонкий конфликт между либеральной, как здесь формулированной частью из-за леволиберальной и праволиберальной частью сионистского собственно движения. А можно было бы это назвать между постсионизмом или сионизмом таким уже, ну типа все хорошо уже, есть из-за государства, давайте будем жить, ну в общем все будет, не нужно никаких особых идеологических схем. Вот. И той идеей, которая в первую очередь ориентирована на идею национального государства, ее можно назвать зионистской, значит, в принципе и левосионистско-социалистической идея основана была на идее национального государства, но государства понимали по-разному. И вот этот конфликт, видимо, не такой уж и острый, но на самом деле он приводит к резкому разбежеванию населения. То есть есть значительная часть населения, которая очень была рада, что здесь приняли национальный закон, а есть какая-то другая часть населения, которая была абсолютно не рада и которая, в общем, считает, что это фашизм, национализм. Я, кстати, вот буду сказать, что это привезут именно к этой части населения. Вот. Значит, ну и я так понимаю, что это не только я. Значит, но я читал главную проблему этого закона не в том, что у нас не национально, у нас государство национально, как и любое другое государство, но в том, что этот закон, на мой взгляд, был верхом идиотизма, значит, его принятия. Это как бы мы нарожен решили полицию. Вот у нас почувствуемся силу, теперь вот мы всем, так сказать, всем покажем. Вот. Ну, между тем, это произведение некого конфликта между огромной частью населения, огромной частью населения Израиля. Дальше конфликт радикально левых, радикально правых групп, условно говоря, для тех, которые хотят здесь полное дезавуирование идеи еврейского государства, создания неподуман национального государства, например, или те, которые, наоборот, хотят, как бы, ну, есть разные моменты, я думаю, наиболее четко это очерчено между религиозно-сионистским движением и движением остатка социалистического сионистского движения, то есть, условно говоря, Меретс и, там, не знаю, Ямина. Вот, это два противоположных взгляда на будущее Израиля. Значит, и, ну, значит, я так, внес сюда также конфликт между сионистскими антиарабскими партиями, которые, я считаю, что арабам не о чем-нибудь разговаривать, не нужно с ними разговаривать, с теми арабами, которых здесь выбирают местные арабы, НЕС, и нужно от них отделиться по-максимальному, а те, которые, наоборот, значит, самими антиарабами, которые, тем не менее, реально, вполне попадают в КНЕС. Ну, все эти конфликты, это только степенные, только некоторые, то есть, идея стоит в том, что это симптомы, что это не болезнь, что все эти конфликты, это не болезнь, и в них проблемы, а что эти конфликты, симптомы, а вот за ними где-то в глубине скрывается что-то действительно по-настоящему важное, по-настоящему глубокое. Что же это такое? И вот мы решили, чтобы понять, что это такое, устроить разговор, диалог. Ну, я, пожалуй, собственно, свою часть почти закончил, первую, водную. То, что мы сейчас собираемся сделать, рассмотреть несколько точек зрения на некоторую аналитику этой проблемы, аналитику с разных сторон с точки зрения социально-демографической, экономической и прочее, с точки зрения идейной, философской, может быть, с точки зрения Торы, если кто-то хочет, сможет что-то сказать. То есть мы хотим рассмотреть суть этой проблемы, попытаться составить диагноз и попытку решения, как это делается в обычном пассивном пеплее, какой-то вариант разрешения проблемы. Это, конечно, очень амбициозный план, но мы не собираемся, насколько я понимаю, здесь сейчас предложить политическое решение проблемы, пытаемся понять, в чем ее корень, и уже это само приведет к возможности каких-то политических шагов. И последнее, значит, звучало со всех сторон одно слово, которое звучало, правда, в разных вариантах, на русском, на южном, который, как-то вроде как является, это, я делаю такой незаконный ход, решением. Это слово, как абстрактное слово, оно очень красиво, и оно говорит, что за этим стоит, непонятно. Это слово диалог, что, мол, нужно все эти конфликты попытаться превратить в диалог. Но каким образом это сделать, совершенно непонятно, во-первых, я думаю, что многие не согласятся с этим, но, по крайней мере, я думаю, что раз мы здесь собрались, то мы хотим этого диалога, в том числе диалога между собой. И еще одно словосочетание, которое получал от Миши Раиланова, когда-то давно, но меня лично купил этим на все последующие годы, это слово «Быть метраж или умить». Понятно, что, как все лозунги, это звучит как-то так, немножечко тяжеловесно, «Быть метраж или умить». Что это такое? Но за этим скрывается некоторая очень красивая идея, которая состоит в том, что, я не собираюсь из тебя рассказывать, о чем состоится «Быть метраж или умить». Нет, но идея, ну, вообще, короче, за этим скрывается, не буду залезать вперед, что очень важно скрывается, а? Миша за этим скрывается. Хорошо, поэтому я уступаю место Саше Рыбалову, по нашему плану выступающие первая аналитика, первая аналитика Рыбалова, вторая аналитика Миши Брукова, потом, ну, в принципе, всех, кто здесь присутствует, а также тех, кто находится онлайн, могут в какой-то момент поднять микрофон. Вообще, говоря, если вы называете национальный закон георгизм, то, как бы, мне кажется, это не очень говорить, знаете, потому что такие виды, это означает, что мы с совершенно в контролерской позиции, и, как бы, никакого диалога быть не может. Я предлагаю всем быть очень осторожными, можно высказать свое мнение, намеками, так, даже если вы уверены 100%, не говорите. Понимаю. Потому что, это будет совершенно другие мнения, и более правильные. Извините, я согласен, это было просто такой лечебой оборот. Нет, нет, я, 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 говорю, о политологическом, о философском, каком-то, да, давайте вот на этом. Давайте. Вначале, то есть, ну, должны будут повторяться о том, что сейчас израиль находится со стороны конфликта, значит, в чем он включается, опять-таки, что-то вы подчислили, и, 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 но, вот, я бы сказать, что, вообще говоря, Израиль в данный момент не является исключением. То есть, эти же самые тенденции существуют во всем мире, во всем западном мире, и они особенно обострились буквально последние годы. То есть, 10 лет назад, скажем так, такого рода конфликтов, вообще говоря, нельзя было просто вообразить, что они могут быть. Это происходит в Америке, большинстве европейских стран, в Турции, в Турции, в Индии, в какой-то момент от этого возбуждены страны Восточной Азии и Африки, но в целом, в целом, это, скажем так, можно сказать, это общемировое явление. Вот с чем это, с чем это связано конкретно, вот что произошло в последние годы, что конфликт распространился в контакт по всему миру. И если, вообще говоря, посмотреть на историю, то обычно, когда происходит всякого рода потрясение в странах, это не в одной стране, а в целом в ряде страны, то есть это одновременно. расскажите, что это? Потрясение, я сказал. Потрясение в каком плане? Пожалуйста, тогда... Теотрясение или какое потрясение? Пожалуйста. Значит так, а можно еще в какой-то момент? если можно мне вообще договорить, не предвозь каждого минуту, пожалуйста. Скажем так, если было в свое время полностью в середине 17-го века, когда был целый ряд революции во всей Европе, в Османской империи, в Индии, в Китае, примерно с 30-х, то есть с 60-х годами 17-го века, они были повседневны. Аналогичные, скажем так, конфликты, которые происходили в середине 19-го века, опять-таки, были повседневны. Конфликты, связанные после Первой мировой войны, опять-таки, это было не в одной стране, а в целом ряде стран. Это я имел в виду, что, скажем так, что это нельзя сказать, что в какой-то одной стране это происходит, а больше везде все спокойно. Это не так. С чем это связано? В самом начале, в общем, то, что сейчас известная тенденция, которая прошла примерно с начала 70-х годов, это глобализация. то есть, скажем так, глобализация, она была очень сильно примерно начиная со 2-го половины 19-го века и до начала Первой мировой войны. Если она достигла где-то, после этого прошло резкое падение международного общения, это минимум был достигнут примерно в 30-е годы, 30-е мировой годы, после этого восстанавливалось только восстановление, началось примерно тот уровень, который был в начале 20-го века, примерно в 80-х годах. То есть, если брать международную миграцию, финансовые потоки, торговлю, международную торговлю. что произошло в последние конкретно последние годы, это то, что после кризиса 2000-го, который начался в 2008-м году, это то, что выяснилось, что губернизация от них не приносит равномерно всем контакт благосостояние. во многом, во многих странах значительная часть населения, она, у нее, с одной стороны, доходы, скажем так, упали, более того, чисто в психологическом плане, то, что произошло, это, скажем так, в принципе, это довольно известная история, если раньше люди были, более-менее замяты на одном предприятии, работали достаточное количество лет, более-менее было установлено, что, скажем так, жизнь более-менее для большинства людей подсекает определенным руслом, сейчас все очень резко поменялось. Именно произошло примерно после кризиса, который, кстати, после кризиса периода стал распространением смартфонов, это я немножко скажу отдельно, это тоже отдельная история, то, что те люди, для которых этот процесс оказался более благоприятным, они стали сторонниками одного влаги, те, для которых это прошло, скажем так, либо негативные последствия, либо угроза негативных последствий, это стали другом маке. Грубо говоря, глобалисты и, ну, скажем так, условно националисты. Эта, тенденция, в принципе, произошла, грубо, она повседневная. В последние годы значительная часть населения, значительная часть политической элиты, они повернулись против глобализации. Если возвратиться здесь к израильнику, то, скажем так, в очень большой степени то, что конфликт, это конфликт между теми, кто как бы так видел в глобализации, то есть, скажем так, мы люди всего, так сказать, граждане вселенной, всего земного шара, и те, кто стоят на более на религиозных и национальных позициях. Почему в Израиле здесь еще есть целый ряд спецификов, например, связанных частично с демографией, потому что, например, религиозное население, особое население, то есть, очень сильно растет. То есть, если, скажем так, в начале 50-х годов где-то число детей школьного возраста, их было порядка 4% от общего населения. Сейчас оно достигло порядка 26%, и где-то, понимаешь, через 40%, оценивают, что их будет порядка половины всего населения. школьного возраста. Саша, коснулся цифр, там, это очень хорошо, как бы, есть ли какие-то данные цифровые, там, что у нас, правда, уровень конфликта сейчас выше, чем там сколько-то лет назад. Я, честно говоря, сомневаюсь, что мы тут кричим конфликт-конфликт, но кажется, что наоборот, конфликт нивелируется. Еще там 40 лет назад были две глобальные системы, которые грызлись друг с другом в надверх. Мы стояли, так сказать, на пороге вообще уничтожения нет там, да, слава богу, там, в 80-е годы это сосалось, там, как бы, мы стояли, как бы, на короне все, что-то так было. Ну, мы говорим о том, что, как бы, жить стало хорошо, жить стало веселее, ведь там вы придумали там себе какие-то мелкие конфликты, там, то же самое противостояние, там, религиозное, мне кажется, было гораздо острее, там, какие-то социалистические партии, размахивающиеся красными флагами, там, которые сейчас все сошли, там, в небытие, было массы конфликтов, которые мы вообще в небытие. сколько конфликтов здесь сгибается? Ну, усиленно, но неоправдно. Можно, что вы пытаетесь передать, ты или я, пока, есть некое подобие, что вы говорите, пытаетесь передать очень общее ощущение, пользуясь неправильным словом. То есть, слово конфликт, оно подразумевает, действительно, какие-то столкновения, лоб в лоб, в голову, там, третья мировая война, черной пантеры приходит гораздо больше, та скукотища, которая сегодня происходит из-за ощущение, которое сейчас в Израиле, оно скорее ощущение лоба в стенку, ощущение тупика, не ощущение конфликта. Это ощущение болота, стояния, топтания на месте, безвыходности, может быть. Но, слово, конфликт здесь не подходит. То, что вы описали, это вот как у Борхеса в рассказе про китайскую классификацию собак. Вы там перечислили совершенно случайно, без всякого повода объединить какие-то вещи, не упомянув, может быть, гораздо более важные. Я сейчас могу сказать, какие конфликты в Израиле более важны, чем то, что было в ближнем списке, но это не важно, потому что само слово конфликт, оно здесь не ключевой. Ключевое слово тупик, но не конфликт. Я бы, возможно, тоже не отражался, я бы сдержался даже от использования слова кризиса, сохранив его для более таких классических применений, типа фазы, рыжечного цикла. То, что мы наблюдаем, что у нас со стран, я бы говорил, еще и, допустим, Россия, и Украина, страны, данные нам ощущения, они перешли в какое-то метастабильное состояние, которое там была такая фишка математика утраты определенности. Вот со всеми происходит некая такая утрата определенности. Значит, многие страны, Израиль, Семенович, стоят на пороге каких-то очень больших, интуитивно стоят на пороге каких-то больших перемен, но характер этих перемен очень плохо прогнозируется. Что совершенно очевидно, что нету никакого согласия в обществе, ни в каком обществе, ни в израильском, ни в линии, нету никакого согласия в отношении направленности разброда. Можно следить за историей появления этого разброда с момента возникновения Семеновича. Я на этом остановлюсь, что терминологически это сложная ситуация. Ее лучше не проецировать на то, что более понятно. Я тогда верну пока нашему докладчику так сказать вот Дэнер придет. Пожалуйста. Значит, постараюсь это ответить на вопрос. Значит, сейчас, скажем так, то, что наблюдается конфликт, что он начался с западных стран, сейчас он достиг того уровня, который, в общем-то, давным-давремен наблюдался. Это причем по всем и статистическим показателям и по всем общим ощущениям. Здесь, если нужно, могу дать цикли. Вот сейчас, например, если люди голосуют за разные партии, это приступово для развода и, по крайней мере, то есть, то, что вступление в брак с человеком, который не принадлежит, не голосует за ту партию, за которую есть одна страна, сейчас, вообще-то, почти, практически исключается. Взрывает 50-й год. Саша, еще как? можно? Теперь, теперь, цифры скажешь, сейчас усиливайся условия экономической, что из них? Значит, очень, ну, в принципе, то есть, Израиль, она одна из самых неравных в плане экономического неравенства, одна из самых, в раз, наибольших неравенства, по-моему, из, там, ближайших к организации экономической развития в 24-й стране, по-моему, только в Мексике больше, больше развив, чем у нас. То есть, есть ряд причин, которые это объясняют, то есть, у нас в Америке разрыв между чем? Разрыв, то есть, есть такое понятие как в Сен-Джине, который измеряет неравенство, в Израиле он, он один из самых высоких вообще. В Америке он выше? Примерно, сейчас примерно такой же уровень, если учесть все, в Америке он выше, если на уровне доходов, до того, как, до налогов и до того, как переводили. Если учесть эти показания, то в Израиле, в Америке он больше. В Израиле, в общем, с чем это связано? С тем, что есть присты хай-тек, который ориентирован на внешний рынок, и в котором, скажем так, доходы и зарплаты должны соответствовать более-менее международным уровнем. И есть прочая, прочая экономика, в которой, вот в силу, опять-таки, ряда причин, то, что идет, скажем так, повышение производительности труда, которое связано с внедрением всех изобретений, в Израиле это сильно замедленность. В итоге, в Израиле, примерно, уровень производительности труда на, скажем так, часовая, примерно на 30-40% милее, чем в других странах в среднем. В принципе, это одно объяснение, почему происходит в какой-то степени конфликт. Люди видят такое неравенство, во многом они не могут его, так сказать, выразить, почему это так. Ну, и соответствующим образом это чаще всего очень часто выражается в политических взглядах или вот в отношении греки, то есть либо в одну или в другую сторону. Теперь в отношении того, что можно назвать конфликтом, ну, опять-таки, кризис, соукризис я не употреблял в Израиле, пока не находится в состоянии кризиса. Этого нету. Но, скажем так, если смотреть вот на поведение людей, то есть как и что, очень часто люди, скажем так, они не могут есть определенные круги, которые общаются между собой и не общаются с другими. Скажу, вот приходит замыкание. Нет, наоборот используется более интеграция. когда к этому лучше в Израиле. Так, насколько могу понять, ощущение было, скажем так, 90-е годы, такое впечатление, что это было, что это было несравнимо меньше, такого типа. 90-е годы? Да. послова? Передосов. Передосов. Начало 90-х. Не знаю, тут говорили про конфликты, скажем, между сверстниками и коррективными людьми. 90-е годы большинство халитинов жили в замкнутых общинах. Сейчас крышек повсеместно там во всех перлах включает тот же самый хайпер. С университетов сколько хочешь людей с пейсами делать докторат. Это объясняется очень просто, демографическое экспансие. Нет, не только демография. Просто физически стало много. Невозможно бы себе представить там человека с пейсами, который идет и делает докторат. Мы из Америки, привет, привет. с пейсами. Да и с украины привет, есть пейсами. Не будем, не будем. Давайте мы дадим вот национальный взяли ближе к нашим барам. Два замечания коровы. Во-первых, я считаю, что все это мировая картина, описали, она очень-очень мало имеет отношения к Израю. Израя настолько специфичен, мы с тобой 70 лет своими на Пейсами. У него совершенно другие как бы проблемы и, значит, очевидные их решения. Это первое. То, что вы сказали про экономические возможности причин конфликта, это очень просто показатель. 98% или 96%, не знаю сколько, довольно 6%, вы понимаете. То есть не из-за этого даже уезжают работать другие места. То есть не экономические причины тут в общем-то важны, а какие-то другие. И конфликт, то, что мы видели, что конфликт от право-левой конфронтации перешел как бы на религиозное последствия конфронтации. Может быть, это только как бы повод для того, чтобы продолжить конфронтацию, повод для того, чтобы как бы найти какой-то для себя, когда нет никаких политических полной импотентности, да, то ищут, где бы можно было что-то такое зацепить, чтобы перетерпить на себя отступить на Канаде. Понимаете? А простой марксистский подход показывает, что есть два класса. Класс служащих и класс трудящихся. Вот и все. ОСД показало, что в чем проблема Израиля. В том, что есть много работающих, которые не работают, которые занимают должность и не эффективно работают. Это все те, кто получают талоны, подарки, служащие, кибуцы, и так далее. Это один класс. Это левые. Правые, которые ведут малый и большой бизнес, международный бизнес, у которых есть какое-то национальное чувство, национальная какая-то такая вот причастность. Понимаете? Это два класса, они между собой борются счастливы. То, что Лидером он нашел, кстати, этого своего конька, что он выдвинул, кстати, эту новую, это его личное дело. Он просто нашел, как русскому электорату потратить, чтобы его это задуматься, это его может его последнее конец. Потому что он влезет в прошлый человек, а я думаю, что он уже, кстати, уже поднялся на ту высоту, с которой он не спалил. То есть движет к нашим баранам. Давайте, можно ли мы не обсуждать там личность? Сейчас я хочу, во-первых, вернуть микрофон спикеру. Но я хотел бы вопрос тем не менее к обществу задать. То есть вы полагаете, что никакого кризиса нет и никакого конфликта нет, просто вот есть тупик, который нестабильный силоват, не просит. Конечно, не просит. Он другой. Кроме того, это струк обедал. А, окей. Что-то, что гораздо точнее. Ну, почему? Согласен. Окей. Кроме того, в образовании, конечно, есть кризис. И не надо бояться этого слова. Последания, образования, потери идентичности. Конечно, есть кризис. Мне кажется, что замечание, кто-то сказал, так сказать, есть проблемы. Ну, проблемы точно. Я не боюсь даже слова кризиса. Я просто извиняюсь, как-то части от ведущих в том, что не хочу, хотя не исключение тайминга, но иначе мы спросили что-то непросто. Мы говорили, но дело в том, что предполагалось, что выступление каждые 16 минут примерно, но не предполагалось, что сразу возникает дискуссия, но так или иначе она возникает. Я хотел бы только одну вещь добавить в соответствии с общим настроением, если я улавливал правильно, что формулировка кризис, конфликт, она не точная, то есть что-то другое, проблема все равно есть, но она не точно сформулирована. Поэтому я предлагаю поступающим также пытаться ее более-то сформулировать. Не более эмоциональный, вы сказали, беда? Да, но это не термин, это не термин. С ним работают. Это особая беда, это хорошая шутка. Так, продолжайте, я думаю, что мы 5 минут еще даем, который у вас не подпискует Саша, чтобы он доформулировал свои мысли, потому что хотелось бы делать у меня маленький вопрос, Саша, а как влияют вот эти тенденции, которые там в Америке, ну, и вроде родной, как они на нас влияют? Опять-таки есть, грубо говоря, ощущение, то, что я сказал, то, что есть те, кто чувствует, что грубо говоря, связь именно с глобализацией, то есть очень грубо, мы люди мира, которые, так сказать, люди Вселенной, скажем. Давайте я вопрос, кто в данной компании чувствует, что они будут не рады. Люди все не рады. Нет. В смысле, чтобы встать на минутку? Люди, в смысле, мы принадлежим всей Вселенной, что все у земного шара. У меня это безродный 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 сад. мы пытаемся сразу, на самом деле, вывести, мы, это риторическая такая ситуация, мы его выводим, как бы, он пытается струбировать, но после его выводим, потому что абсолютно ничего не говорит. Например, для меня это универсальство не струбористическая весть. следовательно, попытка говорить о глобализации, которая, безусловно, есть, и глобализация, как тенденция, безусловно, есть, как попытка, я не уверен, что я согласуюсь, что это и есть главная проблема, но, по крайней мере, говорить об этом имеет смысл, а сказать, что мы все универсалисты, это нас просто убедет от разговора, и все. Пожалуйста, пять минут. Хорошо. Во многом, я уже упомянул, что вопрос демографии, если вот эти, опять-таки, большой если, если, если они продолжаются дальше, во многом люди просто-напросто не хотят жить то, скажем, чтобы дети жили, то, что большинство скажет, будет глядить. А если, в конце, это просто-напросто вот если, то, то есть, если у нас, если продолжаются, то через 50 примерно, будет именно так. Они не хотят, они считают, что вот это слишком будет, слишком сильно оборачиваться. Во многом, потому что тенденции, которые... это... кто это? Кто это? Большая половина народа? Ну, большая часть народа. Очень большая часть народа. Да-да-да. Это мы... Кто не хотят жить, что-то, кто ено, я тоже не хочу. Нет, я не говорю, что это самое. чтобы продолжаться, большинство населения было нехорошее. И это ставит проблемы. Одна из проблем, то есть, это, в принципе, это сейчас просто на просто... То есть, то, что как есть, вот эти тенденции, многие просто ощущаются. Опять-таки, экономически, я уже сказал, что это самое, что очень большая, очень большая, очень большое неравенство, и значительная часть населения, доходы растут крайне медленно. С другой часть населения очень быстро. Это, опять-таки, это общемировая тенденция. Это не только на публичке Израиля, но здесь, опять-таки, она создает тоже племное напряжение в обществе. Вот, Саша, можно задать вопрос? А есть, где-то в точке мира и где-то проблемы через какие-то наметки, решения? Проблема понятна на то, что в Китае, в Индии, в Центрисе, в Индии, в Индии, в России, в Индии, в Америке, в Америке, в Америке. Есть где-то какие-то задачиные решения, но можно, на самом деле, чтобы он включил, чтобы он... В общем-то, в принципе, в принципе, да. То есть, я не говорю, что полностью, полностью все, больше решения, но, скажем так, знаете... Саша, повтори вопрос, который... Вопрос, значит, есть ли, есть ли такие же места в мире, где эти проблемы, они более-менее как-то разрешены. Проблема следующая, что если там, где разрешены эти проблемы, какие-то одна из проблем, например, экономические, и так далее, это можно показать. Проблема, что там же возникает, или в силу решения этих проблем, возникают другие проблемы, проблемы с демографией. Пример, скажем, более-менее, это проблема вот в странах, скажем, таких странах, как Япония и Южная Корея, такого, таких проблем, резкого, в отношении в плане экономического нет. Но это связано с определенной культурой, которая, в частности, что она вызвала, в общем, демографический кризис. В Японии такие свои проблемы, что мало ни про кризис. А что такое демографическое кризис? Сейчас объясню, население сокращается, мало детей, и, в общем-то, да, и это уже начинает, в принципе, влиять на экономическую, на коммерческую ситуацию, и, в принципе, очень плохая перспектива на будущее, как в плане геополитического, так и вообще в плане социального политика. это, в частности, это уже начинает влиять на всевозможный развитие того же хай-тека. Не случайно, сейчас же японские компании менее дегулируют, чем те, то, что было, как у меня, 20 назад в плане его университета. В Южной Корее ситуация такая, что там уже, в частности, в этом году родилось меньше, то есть эффективность уже меньше, чем одна ребенка на женщину. несмотря на то, что у них создали специальное министерство, которое потратило ни много, ни мало за последние годы 150 миллиардов на повышение рождаемости. Но, с другой стороны, да, у них вот той-то и проблемы, скажем, такого неравенства, ее нет. Поэтому, вот так сказать, что есть, так сказать, универсальная, есть такой государственный, который может жить образцово модель для всего мира, я того бы не знаю. Но, если возьмете какую-то конкретную проблему одну, да, можно от тех государств, которые ее разрешили. Весь комплекс потом такого нет. Я думаю, вы видите где-то экономические требования, где-то видите забастовки с требованиями недостаточной зарплаты, недостаточной чего-то. И не нужно больше процентов того, он лишительный. Никто об этом не говорит. Все, что происходит, конфликт, он никак не касается. Экономика отлично развивается целистами. Значит, первой продукт 4 с чем-то процентов. Второй после Китая по-русу. Значит, все вообще безработица самое низкое. То есть, никаких претензий к тому, как ведется государство, нет. А конфликт есть. Значит, что-то другое будет. Вы слышали некоторое время назад баставали врачи АДАС, баставали до такой степени, что... Ну, это каждый год вывод АДАС, сходники, жителями, всякие свидетели. Совсем не каждый день. Врачи не платили зарплату три месяца. До такой степени, что они вынуждены были баставать, несмотря на клятую непократу. Не зарплату, есть зарплату персонала в больнице. Это говорят об этом, да? Но не это причина конфликта, который мы видим. Ни некого повторные выборы, ни некого ситуация такая... Вы путаете одну вещь. Абсолютно определенную мы врачи. Вы путаете одну вещь, есть матру в Казахстане. Мы говорим в Израиле, в Японии, и Китая. Понятно. В Израиле очень плохие макроэкономические показатели. Все. Но, одну минуту, я сказал, что часть того, что у нас на Северной, у нас опять очень сильная нерависть. очень высокого процента оценения доходы почти не меняются. Площи защитными они растут довольно сильно. Вот. Что проявлял эти требования? Много нескольких отдельных эффективностей. Смерть апельсина главная причина конфликта. Правильно? Если религиозные находятся, так сказать, в конфликтах с свежими, это не экономические проблемы. Они могут говорить, что дают там подачки религиозным. Это глупость. Это доказано и передоказано много раз. Что это не та проблема. Не та проблема. Я просто обращаю. Я не упоминал. Давайте ближе к нашим диванам. смотрите, я прошу прощения, но все-таки давайте так, мы построили определенную новую предприятие, но все, я думаю, что Саша время, к сожалению, кончивает, поэтому передаем это слово Мишу. Просто мы никуда не сдвинемся, естественно, если не давать человеку, который что-то предсказать, сказать, а перебивать ему гляньки. Давайте говорить о чем-то уголоке. Каждый будет глянь о том, о чем он считает Миш, ты готов поменяться в этом? Просто я чувствую, что у нас немножко, так сказать, у нас здесь возник, как сказать, не кризис, да? Здесь возник кризис. Иначе и быть не может быть. Прекрасно. Значит, я бы пытаюсь с точки зрения Тора немножко прокомментировать, ну, просто потому, что если мы находимся в центре имени Шалма Шерки из-за правного брака, то, в общем, было бы неправильно этого не сделать. Начну я с такой, так сказать, с тезиса, который потом буду немножко раскручивать. Недели две назад я написал Рава Шерки письмо. И спросил его на его взгляд похожа ли охота на Натаньягу на убиение Машеха Бен-Йосефа. На что он ответил да. Я думаю, что это, в общем, такой серьезный ответ. Теперь я немножко поясню терминологию для тех, кто ее не владеет. Я не знаю, я надеюсь, что кто-то будет потом в записи слушать это, может быть. Значит, наверное, стоит это сделать. Это, в общем, известная вещь, но в русских кругах что называется. Что есть, в Захарии есть фраза, что возвысится плач в Иерусалиме, в тот день возвысится плач в Иерусалиме, как плач по какому-то непонятному персонажу в каком-то непонятном месте. И дальше, значит, мудрецы стоят перед этим и не понимают, о чем идет речь, и в этот момент появляется один мудрец, который раскрывает карту, да, и он там в Манузель, перевозит часть Танаха на Арамейский, и, значит, он раскрывает это, говорит, что будет убит, условно говоря, убит, да, некий персонаж, который будет похож этот плач будет похож на плач по царю Ахаву, с одной стороны, царь Ахава, царь северного царства, да, Израиля, царь грешник, и, с другой стороны, будет похож на плач по Юшияу, Юшия, наверное, который царь Иудеи, праведник, и тому так далее. И этого было достаточно для мудрецов, чтобы они поняли, о чем это речь, да, и дальше, значит, говорится, что вышел голос с небес, да, в Талмозе написано, и заявил, кто посмел распрыть мои тайны, на что Йонтан Бен-Узиэль встал на ноги и сказал, что известно перед престолом славы твоей, что я это сделал не ради славы, не ради славы отчего дома, а ради того, чтобы не разрастался раскол в Израиле. То есть, отсюда мы видим, что гибель вот этого персонажа, она напрямую связана с расколом. Собственно, это основной посыл, который нам дает Талмоз. И, опять-таки, на это же намекает то, что две стороны есть, да, что одна сторона это Северное Царство, другая сторона это Иудея. То есть, опять-таки, мы видим намеку на раскол. И, опять-таки, то, что один из них праведник, а другой грешник, да, говорит о том, что общество смотрит на этого персонажа, который погибает, кто-то смотрит на него как на праведника, а кто-то смотрит на него как на грешника. Значит, все эти вещи действительно нам напоминают нынешние события. Ну, наверное, вы сами это видите, да, что есть люди, которые клеймят на Таньягу по полной программе на чем след стоит и приводят всевозможные аргументы, почему там и так далее, а кто-то, наоборот, его защищает спины вот так. Но я тут добавлю просто еще одну вещь, что в сефарских молитвенниках древних было написано, что нужно молиться за то, чтобы Машегу Нью-Сеф не был убит. Да, то есть традиция, она находится на стороне этого персонажа, теперь дальше я скажу. Сефарская. Сефарская традиция. Сефарская традиция. Теперь дальше я скажу, что... Ну, да, да. Что, собственно, нам это говорит? Ну, я добавлю, что, что такое Машегу Нью-Сеф, чтобы мы не думали, что это некое... Когда произносится слово Машег, все тут же подскакивают и так далее, да, то есть это вызывает сразу такой ажиотаж всегда. Значит, у нас есть первый Машег, который строит материальные атрибуты нации, восстанавливает армию, экономику и так далее, да, а есть следующий Машег, Машег Бандавит, который духовную сторону вопроса, да, продвигает. Значит, и мы находимся на перепуте, да, мы заканчиваем один этап и переходим к следующему этапу. И в этот момент, естественно, есть конфликт. Ну, мудрецы много всего на эту тему сказали, да, в частности, в салмах этот персонаж называется Кане, да, ствол. То есть, имеется в виду, что есть два вида винограда, такая притча, да, есть два вида винограда, один обладает твердым стволом и может подсоставить там ветру и так далее, но у него, значит, плохие плоды. А другой сорт винограда, у него замечательные плоды, но он совершенно весь свалится, не так далее, стелется там тоже. Значит, что делают? Выращивают сначала первый вид, потом отрезают ему верхушку и прививают второй вид, и тогда, соответственно, есть некий ствол, который уже вырос, это он твердый, он прочный, он может противостоять этим ветрам, а дальше, значит, привили второй сорт, который дает хорошие плоды. И вот этот самый ствол, этот ханэ, то, что называется, он, собственно, уподоблен вот этому маршруту баниусе, то есть вначале нам нужно построить какие-то материальные атрибуты, создать государство, создать экономику, создать армию, и так далее, и так далее, технологии там. А только после этого можно говорить о какой-то духовности и так далее. Вот. Я помню, к слову, сказать, мы с тобой вместе там были, когда перед размножеванием поселенцы устроили известную акцию под названием «Лицом к лицу». И... Мы тоже ходили. Да. Была очень забавная... Была очень забавная акция, когда там приходили, поселенцы ходили с дома в дом, спрашивали, может быть, вам там кран починить, может быть, что-то еще, а там, да, пытались как-то найти общий язык. Вот. Но мне запомнилось выступление одного какого-то подполковника, что ли, в запасе, который сказал потрясающую фразу на мой взгляд. Ну, понятно, что он много лет в армии служил и так далее. И он сказал, мы столько лет шагали плечом к плечу, и у нас не было времени посмотреть друг в друга в глаза. Совершенно потрясающая фраза на самом деле. Вот. Так, действительно, мы видим, что вот мы строим, строим, там, вначале болото осушали, там, старты попродвигали, там, прочее, прочее, да, ну, вот, к чему это все, сказать, все? Общество до сих пор как бы не было толком ответа на этот вопрос, и этот вопрос даже не стоял, да, и сейчас мы оказываемся в этом кризисе, и кризис поднимает этот вопрос, да, вот мы здесь сидим, обсуждаем, а в чем, собственно, причина кризиса, да, а что, собственно, а как можно из него выйти, да, то есть эти вопросы, как бы, они раньше не возникали, или не выходили, не настолько серьезно стояли на повестке дня, чтобы серьезно там кто-то обсуждал, там, и так далее, да, то есть всегда есть какие-то исторические духи, но я имею в виду, что это не было каким-то таким, как сказать, на уровне национального дискурса, да, и вполне возможно, что мы к этому идем, да, то есть пока что тоже нет, да, я вчера был на демонстрации в поддержку Нонтаньягу, и смотрел, что там, собственно, происходило, и там было, естественно, так сказать, все однозначно, бинарно, так сказать, есть хорошие, есть плохие, как бы, и никаких, никакого разговора о диалоге там не было, понятной причины, все, там все было понятно. Значит, я тут добавлю еще некоторую вещь, чтобы это не было так уж совсем в лоб, да, что есть как бы две проблемы. Есть проблема номенклатуры, которая попыталась нелегитимными способами заплатить власть. Это то, что звучало и вчера на этой демонстрации, и звучит постоянно, и так далее, и тут действительно трудно возразить, видимо, с этим, на который действительно никакого диалога и не нужно вести, вероятно, это одно. А другая проблема, это что нет диалога между, так сказать, то, что называется правами и левыми, там, светскими, религиозными, и так далее, то есть, собственно, неинтересантными, да, я имею в виду, не какими-то там политиками или там какими-то людьми, которые с цеплоптикой дивидендами, да, а просто вот на уровне избирательных, на уровне рядовых граждан, вот этого диалога совершенно нет. Когда даже пытаешься поднять этот вопрос, люди совершенно не готовы к делу, абсолютно не готовы. И как с ними можно говорить, мы уже пытались посмотреть, чему это привело, сколько крови привелилось, так, то есть, вот идет ответ такой, на уровне отмашки, да, абсолютно никаких... Что изменилось? Чем ситуация? Сейчас встречается ситуация, там, после убийства, или ситуации... После убийства? Я скажу, я скажу, что изменилось. Значит, я думаю, я думаю, что тут нужно смотреть на ситуацию, оценивать эту ситуацию не по уровню напряженности. Вот это неправильный подход. Действительно, я согласен, что во время Осло, да, или там перед Осло, демонстрации были, я, например, часто там демонстрации, где было более полумиллиона человек, да, вся улица Яхо, в Иерусалим была закружена, абсолютно, да. Это совершенно несравнимо с тем, что происходило вчера. Вчера, там было, ну, по самым скромным, по самым большим оценкам, там был 25 тысяч человек. Там небольшая площадь. совершенно верно. Ну, может быть, там было 7 активов, вот, мое представление. Вот, значит, критерий другой. Значит, здесь я хочу вернуться вот к этой де-машехе. Значит, что, собственно, традиция говорит по поводу этих двух машерах? Она говорит, что машер в Нью-Се строят сосуды влияния, а машер в Нью-Се строят сосуды получения. Как я это понимаю? Я понимаю так, что все время, когда мы живем в эру машер в Нью-Се идет перетягивание каналов. Все время идет попытка получить больше и больше влияния. Кто построит пирамиду выше? Это справедливо в отношении абсолютно всех политических структурств на сегодняшний момент в Израиле. Абсолютно всех. Мы возьмем Ликву. Простой пример. Ликву как построено? Каждый, кто хочет стать депутатом, он строит под собой пирамиду так называемых солдат, которые будут за него голосовать всегда, по-любому. То есть он им обещает какие-то джобы, бюджеты, или же идеологически он их каким-то образом покупает. Неважно, собственно, какова мотивация, но так или иначе он строит под собой не ту базу лекторальную, которая вот его. И дальше он эту базу продает, он ей торгует. Он говорит, ты мне и от себе, поскольку возможно делать, поскольку, значит, чем больше пирамиды я построю, тем больше мне есть чем торговать. Я должен найти по возможности своего политического антикода для того, чтобы моя пирамида и его пирамида не пересекались, потому что если они пересекаются, то мы теряем на этом, так сказать, мои люди и так за него голосуют, значит, тогда я не могу ему пообещать, не могу ему сказать, что тогда они проголосуют за тебя. Он скажет, зачем мне это надо? Они так за меня голосуют. То есть нужно, чтобы эти пирамиды не пересекались. И поэтому каждый вот этот капитан, так скажем, фараон, как угодно назвать, он ищет своего политического антикода и пытается с ним торговать вот этими вот людьми. ужасов, это еще хуже, чем мы у нас хотели. Это что? Может, мы сотрапливали, наверное, так сказать. Да, да. Ну так, говорите, а на самом деле, слушайте, просто у вас за власть и все, пирамида, не пирамида, ну не бойся за власть, ну, что они хотят, деньги, чистолюбие, там, всякие такие вещи, ну это очень вы совершенно правы, это ровно то, что я говорю. Сейчас вопрос в том, что из этого, что вы говорите, из этих двух машин, или одного машинка, что действительно под этим стоит реального для жизни евреев и вообще государственных истинных, что, что, что в этом есть реально, что когда речь идет об обороне Израиля, да, это для всех хорошо, для всех это понятно, что это правильно, да, что надо его оборонять, потому что вот другого выхода нет, иначе мы не будем просто сожжаться, да, то есть надо его оборонять. А когда вопрос начинается, что пост как бы кто-то решил, что мы уже его создали, уже все гарантировано, и теперь только осталось, кто же займет теперь власть уже в построенном государстве, кто-то считает, что уже все, что уже теперь надежно, что есть хайпинг, есть оружие, есть ракеты, есть кепат-барзель, есть хэц, есть все, а теперь давайте мы разберемся и поделим власть. И вот они руками, ногами, и чему, и искусственно создавая какие-то конфликты, каждый предстоит за перетянуть на себя, чтобы взобраться на этот, так сказать, уже построенный государство, казалось бы, что уже готово. А вся проблема, я считаю, в том, основная проблема, что его еще нет. Понимаете? То есть то, что советский Север разборился через 70 лет, а это разве чуть больше, это еще ничего не значит. Сионистская революция, она только-только-только, так сказать, научилась, как для себя, немножко сохранять, удерживать, но внутренние конфликты ее не решены. Причина растения евреев, причина пребывания в двух тысячах в городе, причина возвращения непонятная и нерешена, и неосознанная, и неуспорная. И вся эта причина называется одним словом, одним словом, она называется культура. То есть если говорить о двух ваших, сказать, деревьях, то есть одно, сажен садином является натурой, а второй является культура, культивированный виноград, да, они не обязательно идут так, один за другим, но, как правило, так, да, то есть создали государство, как еще сказать, что вот этот мидраж химонит, да, это совершенно явно пока все это шло вместе. Без этого, без национальной идеи освоения пионерами государства ничего бы не было. То есть то, что они должны были оправдать, что это, то есть герцог, он, чего наше, что это национальная идея, а не социальная. Проблема евреев национальная, а не социальная. Извините, я чуть-чуть перебью, значит, по всей границе, да, реплика смешной, реплика смешной, что мне очень нравится, у меня есть икон исправления известного высказа, но когда я слышу слово культура, мне хочется схватиться за свое еврейское наследие, но это так, это я просто, не мог удержаться. Это очень важно, я хочу сказать, что нам нечего предъявить миру в нашей самости, да, кроме этого. Если что хочешь доказать, что ты еврей, то ты должен только так это сделать, потому что тебя нигде не признают и не узнают как еврея с еврейской культурной культуры. Калктыр заключается в том, что, значит, с одной стороны, быть как всем, это значит не быть. Если ты есть, ты какой-то особый, а если хочешь быть как все, тебя нет больше. И в этом вся проблема, что надо свою самость доказать. Большое спасибо, ваше мнение очень интересное, наверное, услышал, но сейчас я хотел попередать спикеру буквально одну минуту, чтобы освежить. Я хотел еще раз, люди, которые здесь не объявлено, спикер тоже имели, что погодно высказать, потому что я очень хочу услышать всех остальных, вы сам тоже даже скажите. Вы совершенно правы, я отвечу, что есть конфликт между космополитизмом и универсализмом, действительно, космополитизм предполагает отказ от самоинтификации во имя универсальной ценности, а универсализм предполагает наоборот, на усиление наоборот. Сомополитизм с фиканцией не только на санжении, а из раме она совсем не подходит. Значит, тем не менее, я думаю, что это правильный подход, именно, что только когда человек знает свое место, он может дать место другому. Когда он будет как все, он будет или не свое лицо. Он не будет как все, почему? Он будет особо, но все имя свое лицо. Когда мы говорим Англия, мы знаем, и Франция, и Гази-Америка, и Гази-Америка. Об этом идет разговор, что мы должны усиливать нашу резкую санжификацию. Вопрос, чем мы ее наполняем. Найти его, найти его, то есть, да, это вот. Я только завершил фразу, значит, Машев Бендавиль, он наоборот, он не борется за власть, он не пытается перетянуть канал, не пытается построить пирамиду еще лучше. Наоборот, он строит инструменты получения, да, он говорит, давайте мне ваши идеи, я буду их воплощать. Да, то есть, он переворачивает в каком-то смысле картинку, да, он ни с кем не конкурирует. Он просто снимает вопрос конкуренции, да, то есть, до тех пор, пока бьются вот эти все, там, левый и правый, там, расстрел Альтолены, там, убийство Рабина, там, ну, хорошо, не буду я сейчас вдаваться в детали, да, и так далее, или сейчас вот охотно, я говорю проще, постоянно идет вот этот конфликт, это постоянное перетягивание каната, да, на какой бы стороне мы ни были, я сейчас не говорю про то, кто прав, кто нет, я говорю про то, что вот эти конфликты, они нас сопровождают всего в нашу историю, и выходом, выходом на самом деле является смена парадигма, да, подход, выходом в каком-то смысле, да, потому что это причина, по которой он должен быть убил, это причина, по которой он его убил, да, значит, мы пытаемся как бы этого избежать, да, то есть, это модель, это религра Машир, когда уже это не демократическая модель, это тоже будет царь, когда он может тебе советников принимать от себя все, это не значит, что это не демократическое, это не значит, что это не демократическое, нет, а если еврейский царь, послушайте, послушайте, еврейский царь, это совсем не диктал, совсем не диктал, это нужно понимать, это еврейская традиция, она царь, он представляет весь народ, вот и все. в демократическом плане как может быть Машир? Ну, вот у грехов древних, древних партий в интернете больше, 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 больше. Ну, да, я на конкурс. Нет, мы просто продолжаем слушать «Черпите», то есть это опыт, и я очень надеюсь, что все здесь присутствующие будут иметь возможность выступить, и даже те, которые не присутствуют и находятся где-то в онлайне. Я хотел, честно говоря, мне очень сложно реагировать на то, насколько правильно и правильно сформулированы проблемы, есть кризис или есть конфликт и так далее. Слово «тупик» очень правильное. Я со своей позиции, то есть в некотором роде позиции политической философии, в которой сейчас я хотел бы стоять, я очень коротко попробую сформулировать, то есть в чем я вижу в некотором роде проблему, и в чем я вижу решение. Про второе, наверное, я меньше скажу. Дело в том, что, ну, я думаю, все знают такое извлечение того, что лекарство приходит еще до болезни, вот. В этом смысле, в данном случае тоже лекарство есть, оно известно. Нужно просто произвести определенные усилия для того, чтобы вытащить его на поверхность. Значит, если говорить о том, какие идеи или концепции политической философии привели к созданию государства израиль, то можно сказать, что, как ни странно, никаких особо идей-то и не было. То есть идея национального государства – это отнюдь не еврейская идея, она возникла в Англии, во Франции задолго до появления фианизма, и эта идея, она пришла более-менее в готовом, отчасти, виде. И в этом смысле можно сказать, что люди, которые создавали это государство, его настроили, они были гениальными практиками, они не были глобальными теоретиками. Они взяли некоторый набор уже существующих идей, и если говорить о том, в каком виде эти идеи были реализованы, как практические идеи, не как теоретические, то мы видим здесь три, как минимум, варианта, может быть, их больше. Один вид – это, условно говоря, можно назвать социалистической сионистской идеей, то есть, да, нам нужно государство нашего еврейского народа, в таком мы все будем замечательно и счастливы жить вместе в некотором таком социальном раю. Вот, в принципе, эти идеи очень близки были, собственно говоря, социализмом, разным другим. И, ну, на некотором этапе это была доминирующая идея, она, в общем, сыграла свою большую роль. И сейчас она сжалась до уровня действительно какой-то весьма оригинальной группы, потому что оказалось, что это отчасти работает, отчасти дальше никаких перспектив не дает. Вторая идея, которая, условно говоря, модная треба, извините, наоборот, либерально-сионистская, либерально-национальная идея, которая стоит в том, что мы народ, мы должны стоять на своем, мы нация, мы должны создать сильное государство, и дальше дружить, любить, воевать со всеми. Эта идея, условно говоря, ревизионистская, и она привела к партию, которая называется Ликут, но на самом деле, мне кажется, эта идея поддерживается значительно больше людей, чем даже сейчас, чем поклонник, непосредственно, Ликута. То есть мы страна, мы народ, мы должны быть сильными, мы должны защищаться, мы должны воевать и тому подобное. Ну, идеи, они тогда и сильны, когда они на уровне желудка работают, но неважно. Я считаю, что все-таки эта идея, скажем, у англичан, это более продуманная идея, там есть философия, там есть Томас Гоббс, Волкс, там есть, за этим стоит некоторая реальность. Но у нас мы это восприняли как бы, но я сейчас хочу сказать, что есть еще третья идея, это религиозно-сионистская идея, которая, значит, как бы увязывает, говорю, что евреи это не только народ, не только этнос, не только нация, это еще и религия. И вот мы соединяем, делаем единый монолит, условно-религиозно-сионистский, у нас есть своя идея, вот мы ее будем осуществлять. Я хочу просто обратить ваше внимание, что до этого еще, или параллельно это у нас, формулирующие несколько идей, которые были отвергнуты истории. Потому что эти идеи, в первую очередь, разрабатывались в стране, которая являлась интеллектуальным центром или одним из интеллектуальных центров еврейского народного содержания и общим источником. Но эта страна, в ней, она являлась инициатором уничтожения европейского еврейства, это Германия. И поэтому, грубо говоря, высказывать какие-то идеи, которые сформулированы в Германии, было как бы не очень ловко и неудобно. В общем-то, на самом деле, так получилось, что они были задвинуты совсем на сторону. Я просто хочу несколько слов об этом сказать. Ну, во-первых, сама идея, то, что евреи должны теперь не как религия, а как нация и как и политическая цимпатия себя осуществлять, эта идея еще до всякой немецкой философии была высказана Спиноз. И в этом смысле я считаю, что реально, так сказать, первым сионистом, человеком, который, вот, я имею в виду политическим сионистом, не религиозным сионистом, но вот таким был Спиноз, который уже сказал, что нам нужно, так сказать, не исходить из библейских пророчеств, а нужно взять реальную государственность, и вот, вполне возможно, будет восстановлено насужденное еврейское государство в земле Израиля, и в нем будет еврейство, и все прочее. Значит, но дальше эта идея Спиноза произошла, идея Спиноза, его философия основана на жестком размежевании религии и политики. То есть, смысл, так сказать, богословского политического трактата, что вот есть теология, есть религия, есть политика, они должны быть абсолютно размежеваны между собой, и да, религия должна оставаться в качестве какого-то инструмента, средства, в частности, народ, как бы, народу она должна, она должна быть, но она должна находиться в причиненном состоянии по отношению к государству, а государство это и есть то, что может нас объединить и сделать счастливыми. Спиноза, некоторый законодатель, интеллектуальный законодатель европейского мышления вообще нового времени, эта идея его, она является главной, главенствующей на протяжении столетий, и она же привела на определенном уровне к созданию Израиля, но с Спинозой многие не согласились, с Спинозой многие не согласились, первый человек, который с ним не согласился, всерьез, который по разным, в том числе личным причинам, его критиковал, это был Моисей Мендельсон, который, собственно, и разработал философию еврейского государства значительно более, то есть он так и назвал, о природе власти в Израиле, значит, книга, которая называется «Иерусалим», эта книга была в полуиседине XIX веков, и это любопытно, что переводчик предпосхитил, собственно, текст 122-м псалмом, поэтому я вот тут распечатал, и там такой, как бы, эпиграф, что Моисей дал народу Тору, Моисей, Маше бен Маймон научил эту Тору народу, сделал так, чтобы народ весь в полноте мог ее изучать, а Моисей Мендельсон, он поместил эту Тору в Иерусалиме, то есть идея здесь состоит в том, что вот идеи мысли Мендельсона должны привести к созданию, ну, здесь, конечно, игром слов, потому что он поместил в трактате «Иерусалим», который он написал, но в том числе и то, что он попытается, как бы, что она действительно реально осуществится в еврейском государстве. В чем же состоит эта Тора Мендельсона, если очень коротко говорить, в том, что религия и государство в отличие от того, что Спинотс полагает, это два абсолютно необходимых дополнительных элемента, потому что не государство, это не две параллельные группы, не две параллельные серии, а это некие взаимодополнительные элементы, и государство без религии, оно является институтом насилия, а религия без государства, оно, как бы сказать, не способно вообще на себя постоять, не способно себя осуществить, и поэтому, собственно говоря, будущее принадлежит некоторым системам взаимоотношений между государством и религией, и это, если говорить очень коротко. Почему так? Более того, например, Мендельсон говорил, что образование должно быть религиозным, а не государственным. Образование – это та область, которая находится в сфере личных отношений, она не может быть навязана государством сверху вниз. Так или иначе, я понимаю, что это большой-большой разговор. Эта тема отнюдь не была закончена на Мендельсоне, и на протяжении всего 19-го и первой четверти 20-го века очень интенсивно развивалась и привела к тому, что два основных элемента существования любого народа, который имеет любой нации, то есть народ, который имеет собственную государственность, является отношение между государством и обществом. Государство и общество – это не одно и то же, это противостоящие друг другу вещи, потому что общество – это люди, которые между собой общаются и которые создают их социальные формы институций, а государство это некий институт насилия, который устраивает, организует это общество и организует этот народ. И они не тождественны, они должны находиться в некотором отношении друг к другу, и это отношение как раз и отражает отношение между религией и государством. Потому что религия – это общество, и она ни в коем случае не должна быть государственной. Государственная религия – это катастрофа для религии, но и государство не должно быть религиозным, Оно, потому что это консервное государство. Значит, то есть должна быть некая система отношений. Эта система отношений, собственно говоря, выражается в институтах гражданского общества. Так уж получилось, что в Израиле этого нету. То есть в Израиле общество существует отдельно, государство существует отдельно. Есть некий КНЕС, в котором мы выбираем каких-то представителей. Мы, как правило, их не знаем или знаем, но выбираем их группами, поэтому это не индивидуальный выбор вообще, кроме лидеров, типа Натаньяго или еще кого-то. Но выбираем некоторых, это как под мешки, слепым образом, потому что мы не можем влиять на них вообще никаким образом, ну раз в 4 года разве что. Не только, а не только. КНЕС, на самом деле, вызывание является, может быть, с одной десяткой человеком государства. Девять десяток. Это органы, которые мы даже не забираем, мы даже не знаем, могут существовать. Спасибо, спасибо. Большое-большое спасибо. Вы знаете, я, поскольку действительно хочу сейчас закончить, поскольку мне совсем даже неприлично выходить из регламента, значит, по этому дискуссию, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что, во-первых, пропущен, просто незамечен глобальный момент, главный глобальный источник, который существует, потому что есть еще такой момент, я сейчас скажу очень известную вещь. У нас произошло сворачивание религии. Религия, об этом много говорилось, но лучше всех об этом, с моей точки зрения, сказал Нахман Крохман, который сказал, что одной из самых страшных болезней общества является, когда его религия вырождается в некий такой вот инструмент, ну вот сакрально-ритуальный какой-то вот такой вот момент. Значит, и основой иудаизма, для все-таки, после Маймонида, по крайней мере, или после Талмуда, это изучение Торы. Значит, должно быть общенациональное изучение Торы. Этого нету. Есть, очень близко, может, что-то есть. Короче говоря, если говорить о отсутствии диалога, отсутствии диалога, я вижу это отсутствие диалога, в первую очередь, политизации. То есть, у нас из социальной сферы, из культуры, вот о которой Эльмир говорил, мы перешли в область политики. У нас дискурсы чуть-чуть на политический. Кто победит на выборах? Да мне наплевать, кто победит на выборах, лично мне. Извините опять за резкость, я кого-то этими идиотами назвал. Я действительно говорю, что мне абсолютно все равно, кто победит на выборах. Не это меня волнует вообще. А меня волнует, вот что будет в стране, вот как это будет происходить. И тут хотелось бы иметь более непосредственную, более близкую связь. И она определяется через механизмы международского общества, то есть механизмы диалога, разговора, прессы, свободной прессы, в которой можно участвовать, которая и так далее. Ничего этого в Израиле нет, и мне кажется, причина этого, или есть, но недостаточно, так скажем, причина состоит в том, что мы забыли. Очень важный момент – это интеллектуальная жизнь. В Израиле отсутствует интеллектуальная жизнь, практически полностью. В Израиле самые мощные идеи, они приходят 50 лет, с обозрением 50 лет. Самый великий интеллектуальный лидер значительной части нашего общества, религиозно-сионистов Равкук, который умер в 1935 году. Сейчас уже 100 лет почти, что прошло. И вот мы все до сих пор перевариваем, тут даже цитаты почти звучали из Равкука. Значит, если, скажем, мы находимся здесь, в здании, в центре Шерки, значит, был Маниту, но Маниту, когда он был, его не то что никто не слушал, он занимался десятком своих друзей, военгардом нашим и так далее. Его обоих совершенно не звучало. И здесь вообще такая ситуация, что голоса не звучат, потому что их никто не слушает. Поэтому я делаю реверанс в сторону Миши, чтобы, наконец, нужно, чтобы принимающая сторона тоже начала работать. То есть, чтобы идеи воспринимались, чтобы... Когда они будут звучать здесь, я думаю, уникальное количество умных людей собралось, и умеющих работать, умеющих делать, но, к сожалению, они неэффективны по той причине, что ничего не воспринимается. Все, как бы, воздух уходит куда-то. И поэтому я, да, за диалог, за бедра шлюми, на этом передаю слово Миша. Вот, вопросы потом. А Псалом 122-й, я не случайно... Здесь декларация... Они не случайно принесли в 122-й Псалом перед Русалимом и Мендельсоном. Вот здесь вся политическая программа изложена в 122-й Псалом, и от начала и до конца. Включая правовой респонданции... Вороной, грамоте, политизация является искусством. То есть, искусство, плотно, абсолютно политизировано. Мы ничего не найдем, искусство никакого нет. Мышление политизировано, ну и творчество. Время, это, так сказать, степулирует на конкурс охраны между народом. Ну, Ристофан тоже будет политизирован, к сожалению, в Израиле Ристофан. Может быть, он есть, мы о нем не знаем. У меня запланирована благодарность Илюше, что меня пригласил и центр Рава Шерки. И я буду считать, что главная благодарность будет в том, что я сокращу регламентированное выступление с 15-ти до 13-ти минут. Минафин, включай секундами. Значит, я сразу начал с конца, потому что очень боюсь расфокусироваться. И я, в принципе, очень приветствовал то, что Илья написал текст, которым много противоречий, а уже семантика, там, кризисы, противоречия, проблемы, споры, непонимания и все прочее. И это встраивается в мою, в общем-то, как картину мира, что наш мир полон противоречия, боли, абсурда, страдания и всего прочего. И, а что нам единственное остается по этому поводу, это заниматься, ну, образованием своим, нашим друг друга и все прочее. И диалог тут хорошее слово. Значит, теперь про Бейт Медраш Луми. Да, только еще до Бейт Медраш Луми, да, тоже общее. Поэтому я думаю, что Маханаем, который когда-то был тут недавно, потом переехал в другое место. Центр Шерки, Самбатион. Как образовательный проект, они хороши для евреев. Даже, да, так сказать, и еще, я, можно продолжать с этим, да, это не пустые слова, потому что я считаю, что мы заслужили это, так сказать, и риском для жизни в отказе, и для, так сказать, тоже уже занимаясь этим и продолжая, ну, в общем, больше ничего другого делать я особо не умею, но, да, ну, хорошо. Так, понятно, это объясняю. Теперь про Бейт Медраш Луми. Какое-то количество лет назад, больше 15, да, можно уточнить, сколько, я думаю, порядка 15, я прочитал книжку на еврейце профессора Уриэля Симона. Книжка называется «Бакэш шалом вэратфэу. Ищи мир и его преследование». Вполне такой левый либерантный исследователь, да, и там была глава «От Медраш Луми к Пшак Кьюми». И он там задал, и вся эта постановка вопроса меня совершенно очаровала, и, так сказать, Бейт Медраш Луми в том, так сказать, таком, я не хочу сказать, великолепном виде, потому что он в жалком виде вообще-то, но в том виде, в котором он есть сегодня, какой бы ни был, он как бы, так сказать, он следствие этой вот этой инспирации. Потому что он там задал, включил вопрос, как вообще евреи, которые только умеют, что друг с другом ссориться и трепаться и кричать, как им удалось поднять такой большой проект сложный, как создать государство. И у него ответ такой, что у них, оказывается, был, был Медраш Луми. Медраш Луми. В частности, в значительной степени он происходил по-русски. Тут я в скобках замечу, что у нас есть друзья, которые говорят, что вообще весь сианинский процесс — это ветка некоторой русской филаромантической литературы. Это интересная тема для... Не хочу сейчас утонуться в этой проблеме. Но главное, что они говорили на одном языке. Этот язык как-то был связан с инспирацией библейской. И вот Бен Гуриона, который перескочил через лишний вопрос, не буду сейчас повторять и все прочее, им удавалось как-то... Они говорили тогда высоким языком, пишет профессор Урель Симон, и понимали друг друга, и не стыдились высокого патетического языка. Он сам наметил, что время кризисы нас гложет, да, и мучает, и кризисы проблемам противоречия, опять не будем сейчас, так сказать, детали. Но он предложил двигаться в сторону Шат Кьюми, что тоже вполне интересно. И он, на самом деле, написал хорошие... Он хороший, замечательный, следователь сегодня на пенсии и так далее. Короче говоря, значит, это была инспирация. Теперь, значит, ответ, один из такого общих образовательных процессов — это Бэйк Мидраш Луми. Я сразу скажу то, что у меня чуть дальше, что у меня есть у самого деконструкция проекта. Ну, давайте начнем с деконструкции, чтобы было веселее. Главная проблема в том, что все равно, даже когда мы сказали Бэйк Мидраш Луми, мы все равно остались в какой-то обморфном таком... Ведь у Рамбума тоже был Бэйк Мидраш Луми. И у Рав Кука я себе записал Бэйк Мидраш Луми. И у Рав Славейчика, и у Рав Ашкинази Маниту я приходил на его занятия. Действительно, была дюжина французов и пара сумасшедших русских. И у Рав Шерки Бэйк Мидраш Луми. И даже возлюбленная моя книга Зор, там тоже есть Мидраш Луми, там много чего еще есть, но там тоже есть. А чем же наш-то Бэйк Мидраш Луми отличается? Почему? Что там есть и такого? Ну, у меня есть, конечно, я приготовил ответ, уже подумав про деконструкцию. Приготовил ответ, что он должен быть живой, Бэйк Мидраш Луми. И, так сказать, мы должны использовать и привлекать и Рава Шерки, и то, что написал Рав Славейчик, и Рав Кук, и Рамбам, и так далее, и так далее. Но мы должны его... Значит, тут, когда одни из самых умных людей, в данном случае, я имею в виду, с которыми мне удалось общаться в жизни, как профессор Давид Каждан, когда я ему толкал свои идеи, с каждой своей статьей я с ним всегда обсуждал, чтобы он их хорошо критиковал, мало чего оставалось для печати. Мало чего, когда-то Шамом Розенгер говорил, что вот так, три пальца, вот столько ты говоришь, вот столько ты думаешь, столько говоришь, а печатаешь еще меньше. Короче говоря, тут вопрос, он мне так сказал, ты Миша говоришь, вот Бэйк Мидраш Луми, и всех собрать, и так вместе все... Во-первых, ты должен решить, кого ты не берешь туда. Ну, там, скажем, русскую православную церковь не берем, наверное, Бэйк Мидраш Луми. Вот, видишь, значит, может быть и... Теперь, в Хариди мы, может быть, в Хариди мы бы хотели, но пойдут ли они, вопрос, так сказать, загорятся ли они, ну, может быть, кто-то... Может быть, кто-то... Мы хотим пока. Ну, я не хочу сейчас ответы. Хочу сказать, что нужно еще определить. Ясно, что Бэйк Мидраш Луми должен заниматься экзистенциальными вопросами. Это вопросы, так сказать, и вопросами добра и зла, и вопросами мира и войны, и вопросами... Ну, в общем, так сказать, всеми мы... То есть, Бэйк Мидраш Луми, чего там только нету, не должно. Ну, короче говоря, это моя собственная деканство, что нужно... Тут только работа начинается. Теперь я написал статью, в которой вот про культуру. Мне кажется, очень важный разговор. Конечно, мне хочется синтез, скажем, европейской культуры. Я про это написал и еврейского наследия. И я написал подробную статью, что ангелы, которые поднимаются по лестнице Иакова, это художники, писатели, не политики. И политика вместо не оставила. Спускают? Поднимаются и спускаются. Те, кто в хороших отношениях с Яковом, которые... Они поднимаются. Олимбо и ордимбо. Там Мидраш говорит инструментальный бо. Альядо. Значит, посредством его. Яков, это идея потом, как критики мне сказали, очень близко к протоколу цианских мудрецов, что Яков, который спит у подножья лестницы, он-то и поднимает ангелы и все прочее. Короче, я наметил некоторый синтез. Я написал, что сегодняшний сионизм, это уже больше 10 лет назад было, находится в кризисе. И вот я предлагаю новую мифологему и новую парадигму, которая все объединит, которая нам позволит понять мировое, обязательно мировое, обязательно со вселенским замахом. И обязательно, не только Кавку, который я задавал вопрос в статье, он чей же ангел, собственно, немецкий, чешский и так далее, и так далее, и еврейский и все прочее. Короче говоря, это некоторый синтез был, прореагировал интересным образом профессор Юда Либис, который немало меня зороучил. Он сказал, да, я понял, он рубился, как его друг, профессор Игорь, говорит, удивительный человек Либис. Вот посылаешь ему текст, он в течение 72 часов прочитал и ответил по сути. Пишите только главное что-нибудь, ребята. Он не ответил. И он мне ответил. Да, говорит, я понял, ты прилагаешь новый миф вместо старого сионистского. Он говорит, ну не нужно менять, не нужно выбрасывать на поборьку сионистских минусов. Он говорит, что вы знаете, Либис, это одно из самых положительных. Положительных, да, это не ругать. Для него не ругать. Хорошее, хорошее замечание. Ну хорошо, значит, это был интересный, про проблемы я сказал. Теперь, да, теперь несколько вопросов из истории, раз уж мы говорим про мифологию, нужны мифологические истории. Недалеко отсюда, от этого места, в пешем, в пешем, в пешем ход, находится Пуэль-Мизрахи. Да, значит, Бейт, значит, в Пуэль-Мизрахи когда-то находился Бейт-Мураша, который потом переехал в большие здания, сахнулся, там рядом сахнулся, и там был исторический диспорт. Это я, так сказать, уже сейчас перехожу к, да, сколько у меня минут осталось? Близко к концу. Хорошо, значит, был исторический замечательный диспорт, который выступал Шалом Розенберг. Я думаю, что это было примерно в то время, когда Мэймад там, как-то, так сказать, фигурировал, лево-религиозно-либеральная, я скажу, лево-центристская партия. И начал Шалом Розенберг и сказал, вот интересно, мы должны поступать так, как Всевышний. Это основа еврейской этики, да? Аллах-та. Ахарей Ашем Элокейхам Телеху. Телху Ахарей Медатав. Надо ходить. Вот, Драш Хазаль. Значит, Магу Рахум Афатарахум. Да, он привел Медраж, замечательно. Как он милостивый, так и ты быть хорошим, добрым. Атавьер Ахум. Магу Ханун Афатагье Ханун. Как он жалеет, так и ты жалеет. Магу Менахэм Абэлим. Как он утешает, как он посещает, как он помогает. Ни одной плохой, жесткой вещи не написано. Не написано, как он мстит. Медраж не процитировал. Медраж там цитируется в разных вариантах. Ну, нигде они цитируются от «Эльна Камо Дашем», «Бог мщения». «Бог мщения» написано в одном месте, но тут Медража ему нет. И он тогда сказал, вот мы должны как себя вести. Как Всевышний, и как это сформулировали мудрецы. Как он добрый, так и ты будь добрый. Как он помогает, как он навещает и так далее. Все только хорошие, положительные вещи со знаком «плюс» в этом списке. После него выступил Равницкий Геймсбург. Огненный посланник к Любавевскому Рэйбе, который, по-моему, после этого стал хорошей шивой. Кевер Йосеф и все прочее. И он привел стих из Иова. И он как бы спорил с Шалом Роза. Он сказал, в книге Йова написано, Иов 25 глава, «Гамшель вафахад имо, осе шалом бимромав». Он устрашает Всевышний временами, устрашает и наводит страх на весь мир. И таким образом, осе шалом бимромав. То есть, любить нас определенными чертами, даже я не говорю сейчас про израильское. Думаю, что не знаю, как будет любить нас израильские арабы. Но неизраильские точно, наверное, любить. Население Азии любить нас не будет. Но, ну, вы такой факт. Вот меня оштрафовали там на диван-сарпатит, потому что я неисправильного ряда поворачивал. Я теперь, вот 15 лет после этого, я подъезжаю к перекрестку, ровно выстраиваюсь правильно. Не хочу, чтобы меня еще раз расстраивали. А Мшель, как он управляет, наводя временами страх, иногда даже в ужас приходится, так же нет другого способа. Вот так сказал. Ну, опять, я, я опять никак не хочу проецировать немедленно это. Голосуете за такую или за такую партию, или, так сказать, я только хочу в качестве, что вот была такая технологическая. Я думаю, что, чтобы сделать хэссет собрание, надо дать людям сказать. У меня еще много чего записано в реакциях, но если хватит времени. Я думаю, нам надо вместе попробовать. В Шаткьюме. Что это такое? Нет, или что это такое? Как с этим, кстати, Манн? Ты же говорил, вроде, крашки, 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 крашки. Сам, сам, о, сам, хорошо, раз селочка спросила, отвечаю. Шатк – отличная вещь. Проблема с шатком, что он, как бы, он не выдушевляет. Проблема с шатком, нам нужна мифология. Я, как под влиянием Лидоса, я, мифология не как обман. А нам нужен, конечно, есть проблема с мифологией. И вспомним, что Томас Манн говорил, что главный грех Германии состоял в том нацизм. Состоял в том, что они не увлеклись мифологией. Тут полезно... Томас Манн затем потом сказал, что он решил ответить на это создание нового мифа, который он... Интересно, это интересно. О, тончайшая разница. То есть разница между мифом и мифологией, не, она такая же переходит, как между Всевышним и Теологией. Как идея и теология. Как идея и теология. Ну да. Ну да. Нет, ну хорошо, я по-другому думал, потому что, я думал, что книга Зоора – это миф или поэзия. А Рамак, который ее Радима Шекардовера, который объясняет, это уже мифология. Это уже способ переварить мифы. Ну хорошо, отрифектирую. Короче, не важно. Я хотел тут просто сказать, Юнга процитировать, который сказал, что миф необходим Израилю, чтобы выжить в этом море врагов и чтобы продолжать... Нам нужны эти мифы в хорошем смысле слова, как в анекдоте. Нам нужны хорошие мифы. Нам они необходимы. Проблема такая, что мы не должны забывать, и тут образ очень яркий у Юнга был, что локомотив, паровоз не должен забывать, что за ним едет тяжелый состав. Вот когда он забывает про это, тогда это самое. То есть нам нужно, нам необходимы эти мифы. И в частности, книги, которые... И вот Бейт Ведераш, он должен нас инспирировать. Шаг – отличная штука. Только она не зажигает, как правило. Ну, то есть, есть люди, которых пшат зажигает. Их мало, да. Их мало, и это, так сказать, профессионалы. Мы не... С пшатом мы должны пшатки уметь, это экзистенциальный пшат. Это горькая, горькая, сермяжная правда, которая остается, когда ты почистил всю, всю, все эмоции. Слежит мне в каждом слове. Здрасте. Как, 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 уже ради одного этого слова пропустить пинг-понг, проплаченный заранее пинг-понг, который... Сейчас в пути объявляется открытость, потому что у нас... Одна из проблем... Запланировали... Три проблемы с пшаткой умений, и две проблемы с пшаткой умений. Число слов, число проблем. Значит, про пшат уже сказал, я с тобой полностью согласен, насчет мифа, там, можно дальше уточнять про юды, скорее, по символу, чем мифа, ну, ладно. Значит, пшатка умений, главная для меня проблема, в том, что он кирилл, в том, что он экзистенциальный. Вот, я вернусь к тому, что я говорил, когда несколько моделей вычислил, я думаю, что есть еще одна модель, которую нужно было упомянуть, и она не из Германии, а из Италии. Илья Убена Мозак. То есть, ну, потом, понятно, потом монитор, и все такое прочее. Значит, идея... Израиль, в том числе всего, куда нас изгнали, поэтому... Что? Значит, государство Израиль, которое нужно не для дистанциальных целей, не для государственных, не для религиозных, не для национальных, а для универсальных. Дальше можно продолжать, я думаю, что, в общем, здесь более-менее все в курсе, о чем я говорю. Вот, но это некая отдельная идея, которую развитие так до конца и не получило, и одна из точек, которые я хочу подчеркнуть, что это альтернатива понятию ки-ю-ми. То есть, понятию экзистенциализма или там, экзистенции моей, есть, ну, для меня, по крайней мере, альтернатива экзистенции, это не сеанс. Ну, там, я сейчас не хочу спорить на эту тему. В общем, так или иначе, в шар-ки-ю-ми именно то, что он ки-ю-ми может не решать. В бейт-медраж ле-у-ми для меня самая серьезная проблема и неразрешимая, это слово ле-у-ми. То есть, когда ты там говоришь про мы, и мы будем в этот медраж кого-то включать, и там, нам нужны эти митвы, и само слово ле-у-ми подразумевает, что есть понимание того, что есть пацаны ле-у, есть мы. Я думаю, что одна из проблем Израиля в том, что вот это вот, оно как-то очень сильно разнулось. Что на сегодня Израиль, кажется, у кого-то там было, у кого-то из, в переводе Райт Ковалевой, как называется общество, случайное сообщество людей. Понимаете, в Комбире, в Комбире, в Комбире. Типа того, да. Вот Израиль сейчас в очень большом смысле превратился в случайное сообщество людей. Наверное, где-то в подсознании, я не знаю, хорошо, мы тут не случайно в этом зале. Я очень надеюсь, что не случайно, но мы как бы, это не совсем Израиль. Ну, почему? Ну, какое-то его отражение. Но, в общем, я думаю, что в этом здании наиболее проблематичная вещь именно то, что он ле-умин. То есть, вот как-то снова вот это самое ле-умин наполнить его не случайностью, а смыслом, это все остальное в каком-то смысле. Игорь, мне кажется, что вот с последним утверждением здесь вот, если я понимаю, все заглашены, то, что-то проблема есть и тупик есть. Поэтому, пожалуйста, ваше... А решение, по-моему, здесь вот в Бейх и в Медраж. То есть, про Медраж, ты говорил, ты очень хорошо, мне действительно как-то, что одна из таких вот, один из корней проблем в Израиле, одно, это размывание понимания ле-умин. Много причин этого размывания. В частности, вот конфликт совершенно уродский между дат и ле-умин, когда оба эти термина, по-моему, они античеловеческие, враждебные, нелепые, чем раньше мы о них называем, тем лучше. Но ничего другого пока не придумалось. Это одна из причин. Но вот понятие мы, понятие кместа Сраиль, оно очень сильно размывается, превратилось в случай. Одна из сторон этой проблемы, я не знаю, там причин или следствие, это то, что Израиль очень антиинтеллектуальная государство. Кто про что-то говорил немножко, причем правый в Израиле, как правило, еще более антиинтеллектуальный, чем левый. Поэтому левые побеждают. Поэтому левые в чем-то побеждают. я не знаю. Значит, если кто-то хочет на эту тему пламенного пророка, я рекомендую Урию Мельштейну послушаюсь. Я могу только там позавидовать его пламенности. Из того, что он говорит, ну, это чушь, но сама идея, мне кажется, очень глубокая, что вот отсутствие интеллектуализма в Израиле, может, это ответ на какие-то проблемы. Ури, Мельштейн, это не тот, который... Военная история. Это уже в Бобстане? Нет. Совсем в Тель-Авиле, но не важно. Это племянник Рафель, если кому-то что-то говорить. Значит, Мельштейн, да. Значит, Медраж, по идее, это возвращение к интеллектуализму. Понятно, что это цель, это не средство. Я не знаю, как этим пользоваться. Для меня как раз по их Медражу и Луне слово Медраж означает, и Луне означает цель, Медраж тоже означает цель. То есть два слова из трех тебе понравились? И слово Байк мне понравилось больше всего. Потому что, потому что, когда мы там говорили сегодня про теологию, там про конфликты религиозных со светскими, сразу возникает вопрос. Мы говорим про позишн-пейпер. Позишн-пейпер должна представить, на мой взгляд, всегда, какую-то работающую модель. По-моему, сегодня существует работающая модель диалога. Как правило, эта работающая модель дома. То есть в рамках там худо-бедной семьи очень хорошо там, я не знаю, Хабадник с Миснагедом, с Маскилом, с коммунистом находят общий язык вполне даже неплохо иногда еще следующие поколения. Поддерживаю. Поэтому мне понравилось, что Миша упомянул мессианские, потому что у меня каждый раз встречаюсь с детьми Хабадниками, жаркие мессианские обсуждения, идеологические. Обратите внимание, что в 122-м псалме, который я тебе подбросил, также понятие дома является одним из центральных. то есть я в уровне комментирования и так далее, но это, видимо, отдельный разговор. Меня удивляет, насколько этот псалм точно описывает проблему, перед которым мы стоим. и в этом смысле у нас есть огромные возможности, потому что у нас есть второй псалм, который можно учить, обсуждать или всякие другие тексты. Я хочу просто маленькое замечание по поводу выступления Миши, но я очень надеюсь, что и при сроке продолжить. Ну, вот. Дело в том, что... Надо раздвинуться развернуть, потому что я хотел, чтобы видели... Вот. Значит, дело в том, что Верин Симон, который ты, я, к слову, с ним хорошо знаком, он является как раз тем человеком, для которого пшат совершенно не скучен. Потому что вот именно он является таким вот великолепным, можно сказать, современным долгователем пшата, при том пшата, например, Ибнезра, который отличается пшата Раши и так далее, и так далее. То есть он как раз человек, который использует пшату, а не к Медражу. Мне кажется, что Медраж отличается от пшата, потому что у пшата типа каждый свой... У каждого свой пшат, на самом-то деле. У Раши свой пшат, у Игоря Печерского свой пшат, у меня свой пшат и так далее. А Медраж, он не может быть вот только своим. Он как бы создает некое поле диалога и... Как когда-то говорил Хамат Лейберс, можно сказать, он говорил, то, что я говорю всегда пшат, а вы там хорошо толкаете. В контексте там выкидки два часа назад Медраж, на самом-то деле, это соответствующий понятию модерн, может быть, опережающего на пару тысяч лет. А пшат, это очень как постмодерн, это не стадия сама по себе, это ход к чему-то. Это раскрытие, когда ты снимаешь Медраж и идешь дальше. Там всякие разные спекуляции насчет, что пшат и соль должна быть тоже. Но пшат это вещь, на основании которой, действительно, это вещь на индивидуальном уровне, для каждого отдельного, она безусловно существует. Это не вещь, которая превращается в проект. Пшат нельзя сделать в проект. Медраж может быть. Можно сказать, как раз пшат, по поводу пшата, в качестве проекта того, что Миша сказал, что он не захотляет, мне кажется, что наоборот, пшат именно кью-ми, как бы наша повседневная жизнь, мне кажется, если посмотреть на совершенно невероятную роль, которую Израиль играет в мире, как бы, ну, как вообще, как бы, еврей там, можно сказать, играет там, то сказать, непропорциональную роль во всех мировых процессах. Израиль, как бы, как их выражение, да, какое там пристальное внимание к себе притягивает там любым ничтожным событиям, которые там сразу начинают обсуждать там все газеты мира, там любой камень, который бросили на улице. Пшат поцарались. Вот, значит, это именно пшаткие умения, что наше тут существование, же мы тут существуем под огромным окуляром, там, который там весь мир там разглядывает нас и как бы ищет какое-то такое вот вдохновение, что мы тут с какими-то невероятными такими именно экзистенциальными проблемами сталкиваемся, которых в мощности проблем как бы нету там помене там на других местах, что мы себя там держим за горло, чтобы тут всех там не перебить как бы и так далее там из последних сев. Подавляя там там всякие песни. Вот, я надеюсь сказать, что там мир там ищет именно в нашем существовании для себя там какие-то там вот ответы там на свои какие-то ситуации. тоже может быть непростые. Вот, то есть шахта именно кемии она является каким-то вдохновением. Еще по поводу конфликта я сейчас пока не запрос скажу, пару слов. по поводу конфликта я не согласен, что есть конфликт в обществе, поэтому тут большинство моратов тут мне кажется конфликт не в обществе, а обществу наоборот мне кажется конфликт я смотрю то, что там было до создания государства там после там люди друг друга чуть не на улице резали там сплошной ужас там все эти убийства арвоза там так сказать кошмар там все остальное там хоть до так сказать то, чтобы уже на нашей памяти там приослы после сплошной кошмар то есть сейчас наоборот там происходит такая синергия там эти конфликты сглаживаются там постепенно наоборот такая толерантность и интерес как бы наоборот там такого отторжения там религия считает, что это все надумано что конфликт реальный у нас не в этом ты считаешь что мы на положительной идее абсолютно что конфликт совершенно не в этом конфликт у нас что у нас неадекватная совершенно политическая система устарелая которая совершенно неправильно функционирует с которой надо что-то делать. Вот и не с обществом, так сказать, обществом абсолютно здорово. Политические структуры у нас неодействованные абсолютно. Я же сказал, я сказал, отношения к государству. То есть не то, что там люди друг с другом не разговаривают, но там, кстати, Рафшерке, там абсолютно гениальное вещи, которое меня очень вдохновляет, сделал, открыл вот как раз Севадим на этот байт-медраж, люди там в Тель-Авиве, куда там люди с удовольствием ходят и не обсуждают какие-то там идеологические проблемы, с удовольствием читают. Да, в Гемары там простой, там какой-нибудь павукам проникается там грейским духом. Это очень вдохновляет меня, есть мои личные знакомые, которые там занимаются. Я считаю, что именно это и есть как бы байт-медраж людьми, они не обязательно должны обсуждать высокую философию, вполне могут свой еврейский потенциал реализовать. Даже если ты хочешь сказать, чтобы в Израиле нет кризиса, еврейские идентичности, что евреи... Наоборот, идентичности, мне кажется, усиливается, она как-то становится курсом. Я вижу массу, я сам ходил в Тель-Авиве когда-то там, значит, в Центр Жерамбах, как это было... В Сюжном Терале. Значит, школа танцев, да, то есть, Тель-Авивская, Центр, там, на Сузан-Белар, куда приехал покойный Раф Фрулман, значит, с какой-то группой еврейских танцоров, мужиков, которые там танцевали, а он при этом комментировал, что происходящий цитат не было, чтобы прям совсем такое накануне окончили. В общем, есть всякие такие удивительные тут процессы глубинные, когда, так сказать, наоборот, это ощущение, оно углубляется, и, мне кажется, конфликта нет, он, наверное, разбивается, все свои, наоборот, светская культура, как бы, проникает, чем больше, так сказать, идиотно, там, стены, стены, это, я сказал, что, я считаю, что политическая система неадекватная, общество, оно выбирает. Мяшерин не живет так, как она живет в 50-х годах. Ну, вот сформулированная вещь, я хотел бы, знаете, можете их представить. Нет? Да. Надо представить. Я могу тебе вообще упомянуть. Пожалуйста, вот. Если мы сейчас вернемся, и как вообще, о чем ты говоришь, то, то, что выделяется, это, что каждый выделяет так, или иначе, каких-то два полюса. То есть, либо это Машех, Бен, Лес Эрманжек, Бен Дерби, либо это, как у Мендельсона, который искал это объединение, значит, религиозного и государственного. Либо это пшар, Бен Дерби Дерашки Уми и Бен Дерашки Уфтер Гаула, значит, опять-таки, значит, это практически то же самое, что если это геза какого-то винограда, к которому прививается что-то, потом еще. То есть, это пшар, получается, внизу, а к нему мы прививаем что-то вот. То есть, так или иначе, мы приходим к тому, здесь какие-то два полюса, и проблема заключается в том, как сделать так, чтобы, то есть, я считаю, что это не синтез решает проблему, вот, а что вот этот перманентный диалог конструктивный, когда никто не хочет никого поменять, никто не хочет кого-то переубедить, но каждый в этом диалоге обогащает один другого. И когда это, этот диалог становится затребованным во всем обществе, то есть, людям становится это интересно, они понимают, что это часть жизни, и вот тогда начинается то, что мы говорим, интеллектуализм. То есть, результат интеллектуализм или культура, это одно и то же слово, да, то есть, это некий внутренний процесс, то, что происходит в самой, в самой личности, а не в организации какой-то. То есть, я так и бедритраж понимаю, что это не какой-то организационный момент, а как идея какая-то, да, вот. И вот я сейчас хочу просто, значит, много говорить о причинах, я считаю, что какие-то уже, значит, базис какой-то, ясен, да, основания конфликта, или проблемы, вот. То есть, предварительно я говорю о двух вещах, откуда взяться у израильского, так сказать, жителя, человека, гражданина, вообще, у него взялось национальное сознание, национальный дух, я не знаю, там, откуда это может взяться? Советские люди, они, те, которые приехали сюда, да, они были неорусские, русские, как раз, имение национального чувства, потому что национальная литература русская, она дает о себе знание, это был всегда вопрос, когда были, значит, конфликты между одними и другими, да, то есть, универсалистами и националистами, да, русскими, всегда мы это знали, да, то есть, пели, как их там называли, страна белая, всегда это в России было, да, это тоже русская проблема, тоже универсализма, вот, то есть, у русских, евреев особенно, да, то есть, я живу в национальной республике, там, я это сам просто, был очень смут бизнес, потому что я ездил в госпедист, я собирал фарфлёв, собирал всё, это, многие еврейские художники, допустим, они пытались искать, какую-то национальную основу и тоже какие-то русские писатели, да, через, через язык, допустим, писатель, а здесь через эти образы, через молдавские ковры, через молдавский орнамент, то есть, они искали этого, так сказать, базы, этой национальной, потому что это было понятно, что там не было этого советского уровня, в общем-то, советские евреи, которые не из какой-то национальной республики, а вот из России, да, Грады, из Москвы, из Кубин, из Центра, откуда ему взять, когда не было ни религии, ни веры, ничего, потом, когда открылся этот занавес, все, все просто вернулись к тому, о чём были диссиденты, то есть, вот эта свобода, любую религию выбирать, нет этого индивидуального, чего-то такого, то есть, они знали, что они евреи, но почему и как, потому что папа и мама их обрезали, потому что, там, пить ним отцу, какой-то слух, а вот национальная идея, такой гордости национальной, этого не было, да, то есть, они приехали в Израиль с ни с чем, фактически, и никто здесь этого особенно не поддерживал, я когда приехал, у меня был талон, туда, в Танэ, выезд туда в Дзун, вот туда Танэ, там был талон, по которому я пошёл, получил талит, получил сиду с перевода, по крайней мере, такая вот простая мера, пусть у тебя в доме будет эта книга, сейчас этого нет, и этой книги нет, никто туда не заглядывает, люди просто брезгли, вот так, я разговаривал с людьми интеллектуальными, вот, многие из них, как вторая, все, которые ехали в Америку работать, они поняли, что такое жизнь, значит, у них это, как это получилось, это генда или культура, да, то есть, натура и культура, что они здесь получили какую-то согласную израиль, что такое сахар, и всё, как зарабатывать на день, и уходили туда жизнь, себе так, как они считают, как, а, значит, так это и есть жизнь, хорошо, это надо там лучше жить, мы там будем жить, ничего, никакого элемента нет, да, то есть, это вы советские, а у израильтян тоже самое, вот, если понимать этот Бейбедраш Леуми, как идею, который был во время пионеров, да, который создавал израиль, у него, кстати, такая вот идея, может быть, кто-то там знает, может, просто снять такой фильм, всю историю израиля в песню, потому что это основная, где, основная область искусства, в которой вложено всё в эту историю, есть такая передача, передача, я говорю, документальный такой фильм, пейзаж, но не важно, да, вот, то есть, получается, то современного поколения израильтян, тоже неоткуда взять этой идеи национальной, да, то есть, они все построены на универсалитах, они все смотрят телевизор, они смотрят, сами постоянно это пропагандируют, некоторые говорят, что это, значит, с транснациональной корпорацией, им это удобное что-нибудь, значит, торгуют, так им легче, значит, задушить эту всю национальность, чтобы легче торговать, и все, но, дело в том, что я, например, просто сказал, что нельзя было ждать от глобализма, вот этого, я совершенно был уверен, что рано или поздно это все поднимется, и в Англии, где острое, очень сильно национальное чувство, оно первое, что сказать, дало себя ждать, они хотят, у них проблема, они хотят глобализм. Я извиняюсь, вы уже, вы сказали, в общем, хорошо, я заклубляюсь в том, что, значит, в Израиле, мысли, вообще, сущность Израиля заключается в том, что он рожден сверху, он не растет из земли, это его главная идея, это его архетип, да, он священник, он растет, его Всевышний взял, из них выбрал этих отцов, он взял этот сибирь, он взял этот народ, он его взял из Египта, и привел его в землю и сказал, в каких условиях он должен жить и что он должен делать с ним, чтобы убить народа. То есть, это очень важные архетипические, не считай, моменты. Теперь, если бы, ну, подойти, как же настроить это дело, как его устроить, я считаю, здесь то же самое, снизу он никогда не поднимется, какие-то кружки, вот как мы с вами сейчас сидим, это, ни к чему реально он не приведет, а что он да приведет, что здесь и сверху, это значит, что должна быть нацелиться на то, вот как вы и я, и как и других, кто может поддержать и участвовать, это, прежде всего, поднять на уровне кодеку, то есть, то, что мы видим, где это объединялось, это объединялось в Минденсоне, эти две, эта идея, она была у него, то есть, если это будет факультет еврейской философии, я не знаю, или Игрия, или еще где-то, или Барилай, да, где будут собраны силы интеллектуальные, с чего это начнется, который задаст этот тон, который поставит это, значит, приоритетом государства, да, и к ним присоединятся те политики, которые будут считать, что это на них материалы, как вы сказали, да, что тот будет царь, к нему приходят, дают детей, он их реализует, этот царь, это политика, да, к нему идут из университетов, это сейчас биологический корпус, да, который выдает детей, и вот если они построят правильно воспитание, да, сделать из этого интересные какие-то вещи, и будет топ-шатный, драшный, что, и будут эти фильмы, и будут эти интерпретации, это будет затребовано на СМИ, на телевидении, на радио, я не знаю, где, да, то есть, это станет дискуссией, так, когда был Легови, допустим, так или иначе, там, вышла наружу, это была дискуссия, которые выглядели, кто был сам, кто был против, это втянуло, значит, религиозную дискуссию, это у него дотяло умение, вот, никому это не удастся сделать, то есть, национальное, значит, движение, Равкуковское, да, оно наоборот уходит в себя, то есть, если раньше был листок для Рав, там шеф, печатал, каждый раз выставил, теперь его там почти нет, сейчас листок совершенно хардан, да, восьмом, ничего такого уже нет. Я извиняюсь, я не хочу вас прервать, значит, тем не менее, все тут немножечко высказывайте, вы тоже высказались, значит, мне кажется, что нам нужно сейчас завершать, но, может быть, есть люди, которые находятся там где-то в онлайне и тоже давно хотят что-то высказать, я хотел бы предоставить такую возможность, если для этого нужно там что-то включить, а? Ну, может, они не просили, потому что они что-то не предлагают, вот, а? А, чат, да, вот в чате довольно много чего уже наверняка есть, совершенно прав, и он не очень виден, Илья, извини, у меня мысли еврейской модели, я не вижу, значит, может быть, вы сами, чтобы я не читал, как здесь написано, может, вы сами возьмете микрофон и скажете, когда мы услышим это здесь как-то, или я обречающе. Я извини, пожалуйста, у меня, ну, как бы, стаж жизни в Израиле пять лет, он не очень большой, но я, например, ну, для себя не вижу большой проблемы, которую вы себе ставите, потому что праздники, все население Израиля празднует общее, совершенно общее, то есть, вот все, кто когда-то из России и этой возможности не имел, уже празднуют, празднуют Пейсах, то есть, все большие праздники празднуются. Те люди, которые никогда не были в синагоге, раз в год в ней бывают. И все, что можно преподавать при приезде в эту страну из истории народа, какой-то минимум такой, который человек должен в принципе знать, он уже преподается давным-давно в школах, для взрослых, для всех. И я не знаю ни одной русской семьи, вот у меня соседи были совершенно русские, там дедушка был только еврей. Они все равно между собой разговаривают о еврейских праведниках, они знают имена раввинов, хотя они здесь не учились, они взрослыми уже переехали людьми. Поэтому проблемы большой, а какой-то вот такой идентичности или еще большего проникновения в умы людей той самой веры, которая была у моего деда, я не вижу. Мой дед жил в другое время, он остался там, а я себя вижу все равно универсалисткой при том, что я люблю национализм. Понятно, большое спасибо за реплику, может еще если у кого-то реплики, кто хочет рассказать, Саша, аббат, который предлагает что-нибудь скажет, или кто-то еще может быть включится, чтобы включить микрофон. Я думаю, что нам в любом случае нужно завершать наш сегодняшний разговор. На самом деле такое впечатление, что некая проблема звучала, она не сформулирована до конца. Ясно, то есть сформулированные симптомы мы было выставлено несколько решений, несколько предложений, что ли, которые могли бы звучать. Я думаю, что это остановиться и подумать немножко и можно сформулировать текстовом виде, потому что вот в вашей статье Миши Короеванова, в которой может быть можно повесить где-то. И желающий, я просто знаю по опыту, что разговор, который состоялся, разговор интересный, в нем было высказано ряд интересных мнений, он не завершается каким-то решением и не собрание, которое может принять решение о том, что вот проблему нужно решать таким-то и таким-то образом. Идея, которая была высказана почти всеми, что необходим диалог, необходимо свободное вопрос высказывания, необходимы распреди источники культуры. И я не совсем согласен с оптимизмом иудит, который говорил, что все прекрасно и замечательно, я довелось раз случайно оказаться на время шаббата в некотором сообществе на берегу в решении Гарри Кармель, где было примерно 500 человек, а я просто поскольку шаббата решил сделать кедуш. И тут примерно вот если не 500 человек, но у кого-то того сказали, это единство, которое можно сделать кедуш. Сделать, пожалуйста, для всех. Я сделал, это было для меня довольно-таки интересный экспириенс. И на самом деле действительно то, что сказал иудит, и, кстати, это обнадеживает очень сильно, что я инстинктивно понял то, что нужно сделать. Я призвал детей, потому что дети, вот там было где-то 500, не знаю, людей из России, которые ничего как бы не знали, у них отсутствуют эти источники, они, в отличие от может, Старусалима или каких-то других мест, где эти источники есть, у них этих источников нет. Но дети все ходят в детские садики, и они знают, что такой кедуш, знают, что такой шаббат и так далее. Но это не есть еще открытие источников. Это только тут я с вами не согласен, слишком оптимистический взгляд. Чтобы у меня такое ощущение, что есть закупорка какая-то, вот подобно как в пеку, который есть в политике, есть некий тупик, некое закрытие, которое не позволяет голосам звучать. Здесь на уровне страны не звучат идеи. Я могу еще привести пример, мне как-то не помню, в какой стране сказали, вы знаете, что у вас в Израиле есть такой замечательный антрополог Шмуэль Айзенштадт. Он разрабатывает совершенно потрясающие теории цивилизации, которые являются одним из лучших в мире теорий цивилизации. Но я, когда пытался в Израиле предоставить, никто такого не знает. Я кроме, конечно, Игоря Печерского, который знает все. Вот, значит, Шмуэль но. А? Шмуэль но. Шмуэль но. Спасибо. Вот. Но это общая ситуация, когда здесь живут какие-то люди, они что-то говорят, никто этого не слышит и так далее. Поэтому у нас есть, по крайней мере, определенный вектор на создание диалога. И я надеюсь, что мы продолжим это. А на всякий случай всех приглашаю. Через неделю здесь будет презентация книги Легутэй Магаран, будет Давид Женкарь и Легло, может быть, который сейчас в Травле находится. значит, может быть, в общем, будет некая компания, будет говорить про Абинакмана, которые являются неусловно одним из великих источников. Поэтому на этом я со всем прощаюсь и всего доброго, до свидания, продолжим разговор, я надеюсь. А когда ты была еще неусловно,